Привет, друзья! Мурило Бенисио – один из самых знаменитых бразильских актёров. Всему миру он стал известен после роли Лукаса в сериале «Клон». В сериале ему пришлось перевоплотиться сразу в несколько персонажей. В России Мурило пользовался большой популярностью, но потом о нём все неожиданно забыли. Да и сам актёр стал всё реже появляться в крутых проектах. Зато его имя часто упоминалось на страницах светской хроники. О том, как бразильский актёр добился успеха, почему не смог устроить свою личную жизнь, где сейчас Мурило Бенисио, подробнее в нашем видео. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живёт Мурило Бенисио и сколько он зарабатывает. Мурило Бенисио родился 13 июля 1971 года в многодетной семье недалеко от Рио-де-Жанейро. Родители будущего актёра были самостоятельными людьми, папа работал банкиром, а мама преподавателем. В детские годы Мурило был стеснительным парнем, который даже заикался, но со временем с этими проблемами он справился. В семье Бенисио никто не был связан с кинематографом, зато он, посмотрев множество фильмов с Чарли Чаплином, быстро определился с будущей профессией. Родные парни не были против этих увлечений и поддерживали его выбор. В это время он решил получить профессиональное актёрское образование и начал учиться в Театро Отто Бладо. Как только Мурило окончил школу, он отправился в Америку, где три года изучал актёрское мастерство на специальных курсах. Тогда юноша верил, что сможет покорить Голливуд, но двери киностудии перед ним так и не открылись. Более того, молодому человеку пришлось подрабатывать официантом, мыть полы, чтобы заработать себе на жизнь. Ведь брать деньги у своих обеспеченных родителей он совсем не хотел. Разочаровавшись в Америке, Бенисио решил вернуться на родину. Вот здесь и началась его актёрская карьера. Фильмография Мурило Бенисио начинается в 1993 году, тогда он снялся в сериале «Хищник», за что спустя год получил награду «Открытие года». Впрочем, знаменитым Мурило стал не сразу, ещё несколько лет ему приходилось довольствоваться второстепенными ролями. Всё изменилось в 1997 году, когда актёра утвердили на главную роль в сериале «Во имя любви». Картина была популярна не только в Бразилии, но и за её пределами. В 2000 году давняя мечта актёра всё-таки сбылась. Его пригласили сняться в голливудский фильм «Женщина сверху» вместе с Пенелопой Круз. После выхода фильма Бурилу даже прозвали бразильским Бандерасом. Однако в Америке он снова не задержался, а вскоре его ждал настоящий успех. В 2002 году Бенисио утвердили на главную роль в многосерийном фильме «Клон». Интересно, что актёру пришлось перевоплотиться сразу в трёх героев – близнецов Лукаса и Диогу, а также клона Лео. По признанию актёра, ему было трудно работать над созданием этого фильма, ведь иногда приходилось сниматься без выходных. Порой он даже обращался к психологам, чтобы понять своих героев и мотивы их поступков. Конечно, телезрители всего мира наблюдали за историей любви Жади и Лукаса. Благодаря «Клону» Мурилу стал звездой Бразилии и одним из самых востребованных актёров. Режиссёры были готовы выстраиваться в очередь, чтобы он только снялся в их фильмах. Другая известная работа Бенисио – сериал «Проспект Бразилии», который также был популярен в России. Сегодня актёр снимается в менее успешных проектах, которые выходят обычно на бразильском телевидении. Впрочем, Мурилу добился того, о чём мечтал, а несколько лет назад даже выступил в качестве режиссёра картины «Поцелуй на асфальте». Несмотря на то, что Мурилу всегда был скромным, он пользовался популярностью у женщин. Актёр не скрывает, что и сам Чиаста очаровывался красотками. А одной из первых стала актриса Алессандра Негрини. Молодые люди познакомились на актёрских курсах в Бразилии и в 1996 году сыграли свадьбу. Спустя год у пары родился сын Антонио. Но этот союз не был долгим. Изначально актёры договорились не сниматься вместе в одних проектах, но в 1998 году нарушили этот договор, появившись в картине «Моя большая любовь». В том же году супруги расстались. Оказалось, что Бенисио увлёкся коллега по сериалу «Во имя любви» Каролина Феррас, которая и стала его новой возлюбленной. «Так или иначе мы не стали друзьями, но это не мешает нам. Я не изменщик, но если смотрю на сторону, значит дома не всё в порядке. Я всегда посвящаю себя тому, кто со мной живёт. В прямом смысле слова». Говорил актёр об отношениях с Негрини. Интересно, что ради Бенисио Феррас тоже ушла от влиятельного мужа, совладельца телестудии «Глобо». Молодые люди встречались несколько лет, и казалось, что всё идёт к свадьбе. Однако в последнее время они часто ссорились и ревновали друг друга. Как раз в то время Мурилу начал сниматься в сериале «Клон», где его партнёршей стала Джованна Антонелли. Поклонники картины были уверены, что между актёрами что-то есть, ведь так правдоподобно могли сыграть только влюблённые. Пара постоянно отрицала свой роман, тем более, что в то время оба были несвободными. Однако ради новых отношений Мурилу оставил Каролину, а Джованна развелась с Рикардо Мединой. В 2005 году у актёров родился сын Пьетро. Многие думали, что после такого радостного события Мурилу Бенисио и Джованна Антонелли обязательно поженятся, но вместо свадьбы последовало расставание. Выяснилось, что у них было не всё так гладко, как казалось со стороны. Антонелли ревновало возлюбленного и часто устраивало скандалы, а Бенисио, по слухам, не прочь был закрутить роман на стороне. Однако ради сына звёзды смогли сохранить дружеские отношения, но вскоре выяснилось, что это были лишь слова. Через несколько лет Джованна вышла замуж за американского бизнесмена Роберто Локашо, который предложил ей переехать в США и покорить Голливуд. Вот тут и начались проблемы. Мурилу был против отъезда его сына из страны. «Когда есть дети, всё становится сложнее. Там уже тема для споров и ссор. В конце концов, история может закончиться в суде. Это безумие. Я слушал такие вещи, которые представить себе не мог», говорил актёр. Он действительно продолжил общение с бывшей возлюбленной в суде, требуя, чтобы сын остался в Бразилии. Из-за этих разбирательств отношения Джованны и её нового мужа ухудшились, и в итоге спустя несколько месяцев они развелись. Как-то у актрисы уже не было необходимости уезжать в Америку, Бенисио прекратил с ней судиться. Они всё-таки смогли наладить свои отношения, и сегодня встречаются на общих семейных праздниках. Вскоре Мурилу начал встречаться с Деборой Фалабеллой, которая играла его дочь в сериале «Клон». Тогда актёры не обратили друг на друга внимания, ведь Бенисио был влюблён в Антон Элли, а Фалабелла была ещё очень молода. Всё изменилось, когда они оба играли в сериале «Проспект Бразилии». Именно на съёмочной площадке и вспыхнули чувства звёзд. В первое время Мурилу и Деборо скрывали свой роман, но потом появлялись всё чаще вместе. По словам актёра, с возлюбленной он начал жить по-новому, стал замечать то, на что раньше не обращал внимания. Пара была вместе около пяти лет, но в 2019 году Мурилу Бенисио и Деборо Фалабелла объявили о расставании. Некоторые говорили, что Бенисио не смог смириться с успехом своей любимой, в то время как он сам был менее востребованным. Другие же считают, что актёр просто в очередной раз увлёкся другой девушкой. Что стало причиной расставания, непонятно. Но вскоре после этого Мурилу на самом деле закрутил роман со сценаристом сериала «Любовь матери» Мануэлло Диас, которую назвал своей главной музой. Однако с ней он тоже очень быстро расстался. Сегодня о своей личной жизни Мурилу Бенисио предпочитает ничего не говорить, но преданные поклонники верят, что он обязательно найдёт своё счастье. «Я уже работал на 14 сериалах, это много, но Глоба уже сделал всё, что только мог. Но я не из тех актёров, которые пренебрегают Глоба, нет. Именно из-за Глоба я стал заниматься кинематографией и имел деньги на производство, и даю отличную жизнь моим сыновьям. Глоба всегда меня очень уважала как актёра, но заниматься сериалами перестало быть вызовом. Это моя нормальная жизнь». Поделился Мурилу с поклонниками. Бразильские журналисты поинтересовались, сколько актёр зарабатывает за месяц. Озвучивается кругленькая сумма в 250 тысяч реалов, что в переводе на российские рубли составляет около 3 миллионов 500 тысяч. Контракт Мурилу с Глоба был возобновлён вскоре после окончания проспекта Бразилии, где он сыграл успешную роль футболиста Тайфуна. Успех новеллы отозвался на увеличение заработной платы, актёра и отличного профессионала. Бенисио известен своими причудами. Он не будет делить свою гардеробную с кем-либо, а в выходные никто не может его побеспокоить. Это время святое, он часто проводит его с сыновьями на своей ферме. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!